Вот так вот, у меня там. О, вот, все! Все, 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 все. Такого подарка детской площадке ученики школы номер 47 ждали давно. Говорят, до этого играли в футбол, строили замки из подручных средств. Теперь есть возможность покататься на качелях и горке, полазить по канату. Построили качели, такую крутилку, и качалки две, и такую, там, где горка, забиралка. Можем либо кататься на качелях, либо на той фигнюшке, либо на тех качалках. Важность такого подарка подчеркнула и директор школы. По ее словам, теперь дети могут чередовать умственные нагрузки на уроках с физической разминкой на переменах. Вот эта площадка необходима, чтобы дети умели разрядиться, умели побегать, попрыгать, не выбегая на проезжую часть. И это в целях безопасности детей и развлечения, и физического развития, безусловно. Около половины учеников добираются до школы из ближайших сел на автобусе. Для комфортного ожидания транспорта построен в Орлином и остановочный павильон. Ну, а то, что, конечно, остановочный павильон, очень важно, потому что у нас все-таки из 612 учащихся у нас 345 на подвозе. Это значительное количество учащихся, поэтому необходима она была. Следует отметить, на благоустройство школьной территории не было потрачено ни копейки бюджетных денег. Глава Балаклавского района говорит, площадка и остановочный павильон – подарок от небезразличных предпринимателей и депутатов. Коллективными усилиями в школе появились новые объекты. Я думаю, что это не последние объекты в школе. Сейчас будет утвержден план на следующий социально-экономическое развитие. Я думаю, что и в этой школе, как и в других сельских школах и городских школах нашего района появится новая объекта. Сергей Седых говорит, в планах на текущий год и дальше помогать 47-й школе. Что это будет за помощь, чиновник пообещал рассказать после принятия городского бюджета 2014. Дмитрий Слезовский, Виктор Кислицын. Программа «Наше время». Виктор Кислицын. Программа «Наше время».